В Сосногорске заработали фонтаны. Правда, из-за технических сложностей не все из них удалось ввести в эксплуатацию сразу. Только три из четырех. Белку с шишкой, фонтану у дома детского творчества и в парке Югодлун. И вот на днях удалось запустить еще один в сквере железнодорожников. Повод для радости и, как выяснилось, беспокойство. Местная детвора мигом облюбовала искусственные гейзеры. Любовь Лапина о том, что за детьми нужен глаз да глаз. Июнь радует жители Коми. Тепло, хорошо, солнечно. А тут еще и фонтаны. Прохлада, которая посреди жаркого дня, так и манит. Очищают искусственные гейзеры, как и полагается, раз в неделю. Однако не проходят и суток, как в них начинает утопать мусор. Если одни путают фонтаны с урнами, то другие принимают их за бассейн. Чаще всего это, конечно, дети. Искупаться прохладной воде, почему бы и нет, думают не только ребятня, но даже родители не против таких водных процедур. Последствия такого веселья могут быть опасными. Вода в фонтане водопроводная, однако она не проточная. Соответственно, пить ее нельзя. Мусор, который попадает, то есть, соответственно, загрязняет воду. Пыль, которая оседает с улицы, также она оседает на воде, которая циркулирует в фонтане. Воду добавляют фильтрующие вещества, которые могут вызвать различные кожные болезни и конъюнктивит. Кроме того, купаются в чашах и уличные животные, а жара способствует размножению микроорганизмов. Это чревато не только простудными заболеваниями, но и более тяжелыми заболеваниями, таким как острые кишечные инфекции, вызванные в том числе рота, норовирусами и гепатитом А. Также чревато заболеть гристными инвазиями. А еще ребенок может пораниться о насадке, форсунке, светильнике и другое оборудование. Оно, к слову, и вовсе под электрическим напряжением. В фонтане нельзя не только купаться, но и мыть руки, лицо или фрукты перед едой, отмечают медики. Заболевания могут протекать в сложной форме и иметь самые печальные последствия. И что интересно, люди это понимают, но, похоже, не все. Можно детей в фонтан пускать? Нет, нельзя, там очень грязно. Во-первых, грязь. Во-вторых, там вот эти лампы электричества, наверное же. Поэтому это опасно. Ну, делаю замечания, но они не слушают, ныряют. Жарко. Это все-таки достопримечательность города. Поэтому как бы на это есть у нас речки, море выезжать, отдыхать. Фонтан – это так, чтобы наслаждаться красотой. Освежаться в фонтанах врачи не рекомендуют и взрослым. Не стоит надеяться на крепкий иммунитет, тем более сейчас, когда лютует коронавирус. Поберечь стоит и сами водные городские объекты, чтобы они могли радовать горожан как можно дольше.